Беседа 24. Римлянам 13.11. Так поступайте, зная время, что наступил уже час, пробудите нам от сна. Апостол после того, как предписал все, что нужно, побуждает римлян к совершению добрых дел и самой краткости времени. Время, суда, говорит, он стоит уже при дверях, как он писал Коринфянам. И так, близко, впрочем, близок всему конец, а также евреям еще немного, совсем немного, и грядущий придет и не умедлит. Но там он говорил, восстановляя трудящихся и утешая их в подвигах от постоянных искушений. А здесь он пробуждает спящих. И действительно, это слово апостола полезно для нас в обоих случаях. Что же это значит? Итак, поступайте, зная время, что наступил уже час, пробудите нам от сна. Это значит, близко воскресенье. Близок страшный суд. Близок день, как раскаленная печь. И нам должно уже освободиться от нерадения. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Видишь ли, как апостол представляет, уже им уверовали. Воскресенье. С течением времени, говорит он, настоящая жизнь истрачивается, а жизнь будущего века становится ближе. Если ты приготовился и исполнил все, заповеданное Богом, то день этот будет для тебя днем спасения. В противном случае этого не будет. Впрочем, апостол пока убеждает указанием не на скорби, а на благо. И таким образом отвлекает римлян от пристрастия к настоящему. Затем, так как было вполне естественно, что они сначала вскоре по принятию веры отличались большей ревностью, потому что в них еще сильно было чувство. А с течением времени всякая ревность ослабела, то апостол и внушает, что следует поступать совершенно напротив и с течением времени не ослабевать, но более процветать. И чем ближе к нам царь, тем более мы должны быть готовы. Чем ближе награда, тем больше мы должны возбуждать себя к подвигам. Так делают и состязающиеся в беге. Они, когда приближаются к цели и к получению награды, тогда еще больше напрягают свои силы. Поэтому-то апостол и сказал, ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света. Итак, если ночь оканчивается, а день приближается, то займемся уже дневными делами, а не ночными. Так бывает и в делах житейских. Как только мы замечаем, что ночь близится к утру и услышим пение ласточки, то будем каждый своего ближнего, хотя бы ночь еще и не прошла. А когда наконец она пройдет, то мы понуждаем друг друга, говоря, наступил день. И одевшись, расставшись с грезами и освободившись от сна, принимаемся за все дневные дела, чтобы день застал уже нас готовыми, чтобы нам не пришлось вставать и потягиваться тогда, когда солнечные лучи уже сияют. Как мы ведем себя в делах житейских, так будем поступать и в делах духовных. Совлечем с себя мечтания, освободимся от грез настоящей жизни, отложим глубокий сон и вместо одежд облечемся в добродетель. Все это ясно и выразил апостол, сказав, ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Ведь день призывает нас в строй и на сражение. Но не бойся, услышав об ополчении оружии. Тяжело и нежелательно облекаться в вещественное оружие. Но облечься в духовное оружие возделенно и достожелательно, потому что это есть оружие света. Оно являет тебя светлее солнечных лучей, испускающих яркое сияние. Оно ставит тебя в безопасность, потому что есть оружие. Оно делает тебя светоносным, потому что оно есть оружие света. Что же? Поэтому не нужно и сражаться. Сражаться необходимо. Но не опасайте при этом бед и трудов, потому что это не брань, а ликование и торжество. Таково свойство этого оружия. Таково могущество вождя. Облеченный в это оружие так же украшен, как и жених, выходящий из брачного чертога. Потому что он вместе и воин, и жених. Сказав, день приблизился, апостол изображает его не приближающимся, но уже наступившим. Он говорит, как днем будем вести себя благочинно, потому что день уже настал, и чем преимущественно большинство людей побуждается к деятельности, этим апостол и привлекает их, то есть благообразием. И он не сказал, ходите, но станем ходить, чтобы сделать увещание не тяжким и упрек легким, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству. По-славянски. Не козло, гласование и пьянство. Здесь апостол не пить запрещает, а пить без меры. Не употребление вина изгоняет, но пьянство. Так и в следующих словах он приписывает меру наслаждения, говоря, «Чтобы ни в распутстве, ни ссором, ни зависти не предаваться». И здесь он возбраняет не совокупление с женщинами, а блуд, нервением и завистью. Апостол угошает главные страсти – вожделение и гнев, и возбраняет не только самые страсти, но и источник их. «Ничто ведь так не разжигает вожделение, не распламеняет гнев, как нетрезвость и пьянство». Поэтому-то апостол, сказав сначала, «Не предаваясь ни пированием, ни пьянству присовокупляет, ни сладострастию, ни распутству». И на этом он не остановился, но, совлекшись с нас худые одежды, послушай, как говорит, «Но облекись в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Не сказал «облекитесь в дела», но возвел слушателей выше. В самом деле, когда он говорил о пороках, то сказал о делах, а когда начал речь о добродетели, то не говорит уже о делах, но об оружии, показывая тем, что добродетель поставляет обладающего ей в совершенной безопасности и полном блеске. Даже этим он не ограничился, но, постираясь выше, вместо одеяния дает нам, что возбуждает великий трепет, самого владыку, самого царя. Кто в него облечен, тот вполне вмещает в себя всякую добродетель. Кого же говорит, когда говорит «облечемся», то повелевает нам отовсюду окружать себя им. Подобно тому он выражает и в другом месте именно. Если Христос в нас, Римлянам 8.10, и еще по внутреннему человеку нахожу удовольствие, и во внутреннем нашем человеке дадим селиться Христу. Апостол желает, чтобы душа наша была Домом Христовым, чтобы Христос облегал нас, как одежда. Был для нас всем и внутри, и совне. Христос есть наше исполнение, так как Он – исполнение исполняющего всяческих во всех. Ефесянам 1.23 Он – путь, Он – супруг и жених, обручил вас единому мужу, девой чистую. Он – корень и питье, пища и жизнь. И уже живу не я, говорит Павел, но живет во мне Христос. Он – апостол, архиерей и учитель, отец, брат и сонаследник, сообщник в гробе и в кресте. Мы спогреблись, Ему сказано, и соносождены были по подобию смерти Его. Римлянам 6.4 Он – ходатай. По Христе мы являемся посольством. 2 Коринфянам 5.20 Он – защитник наш перед Отцом, потому что, как говорит Павел, ходатайствует за нас. Он – дом и обитель, во мне пребывает, и я в нем. Он – друг, вы – друзья мои. Он – основание и краеугольный камень. А мы Его – члены и Нива, и Его – здание, ветви и сотрудники. И чем только не желает Он сделаться для нас, чтобы всяким способом прилепить и присоединить к себе. Все это свойственно безмерно любящему. Итак, покорись Ему, и восстал от сна, облекись в Него. А облегшись, держи в покорности перед Ним и плоть свою. Это и разумел апостол, сказав, не творите похоти плоти. Как выше Он запретил неупотребление вина, но пьянство, не брачную жизнь, но распутство. Так и теперь запрещает не попечение плоти, но попечение, простирающееся до похоти, то есть сверхнужды. А что сам Он велит иметь попечение плоти, послушай, как говорит об этом Тимофеев. «Впредь пей не одну воду, но немного и вина, ради болезни твоего желудка и частых недугов». Подобное и во всем прочем имей попечение плоти, но для поддержания здоровья, а не для удовлетворения чувственности. Ведь это не значит, конечно, иметь попечение, когда подкладываешь огонь и разжигаешь печь. А чтобы точнее вам узнать, когда попечение плоти простирается до похоти. И чтобы избегать такого попечения, представьте себе людей, предающихся пьянству, объедению, присрастных к нарядам, забавам, ведущих жизнь изнеженную и роскошную. И тогда вы поймете сказанное апостолом. Такие люди все делают не для поддержания здоровья, а для того, чтобы веселиться и распалять похоть. Но ты, облегшись во Христа и отвергнув все это, стремись только к одному тому, чтобы иметь здоровое тело, заботясь о нем столько, сколько нужно для того. Далее же того не простирайся. Но все свое попечение употреби на заботы о духовном. Таким образом, ты, не будучи отекчен этими различными похотями, будешь в состоянии восстать от греховного сна. Подлинно. Настоящая жизнь есть сон, и случающаяся в жизни этой ничем не отличается от сонных грез. И как спящие говорят сами с собой и часто видят нечто совсем недействительное, так и мы поступаем, и даже гораздо хуже того. Сделавши или сказавши что-нибудь непристойное во сне, освободившись от сна, обыкновенно освобождается от стыда. И не подвергается наказанию. Не то будет с нами после этой жизни. Но позор и наказание будет вечными. Равным образом, те, которые богатеют во сне, с наступлением дня удостоверяются, что напрасно льстили себя богатством. В настоящей же жизни часто удостоверение приходит и прежде наступления дня. И прежде чем мы переселимся отсюда, эти грезы уже рассеиваются. Итак, оттрясем, наконец, этот лукавый сон. Если день застигнет нас спящими, то мы сделаемся добычей неумирающей смерти. Да и до наступления того дня всем здешним врагам и людям и демонам легко будет нападать на нас. Если даже они захотят умертвить нас, никто им в том не воспрепятствует. Если бы много было бодрствующих, то не было бы и такой опасности. Но так как теперь кое-где один и другой зажегший светильник бодрствует, все же прочие все, как в глубокую ночь погружены в сон, то нам необходимо совершенное бодрствование и полная осторожность, чтобы не потерпеть ужасных бедствий. Но не кажется ли нам, что и ныне ясный день? Не думаем ли мы, что все бодрствуем и трезвимся? Может быть, вы и засмеетесь словам моим, но я, конечно, скажу. Все мы подобны погруженным в сон и храпящим среди глубокой ночи. Если бы можно было видеть бескелесное существо, то я показал бы вам, как очень многие предаются крепкому сну. А между тем дьявол подкапывает стены, умерщвляет спящих и посещает внутренние сокровища, делая все без опасения, как в глубокой тьме. А лучше сказать, хотя и невозможно видеть этого глазами, опишем в слове и размыслим, сколько существует людей, опекченных злыми страстями, сколько одержимых тяжким помрачением сладострастия и угасивших в себе свет духа. Потому они вместо одного смотрят и слушают другое, и не обращают внимания ни на что здесь излагаемое. Если же я говорю неправду, и ты стоишь теперь в состоянии бодрствования, то скажи мне, что здесь происходило сегодня, если действительно ты все это слышал, не как сон? Знаю, что некоторые мне ответят. Да я и говорю это не о всех. Но ты повинный в том, о чем здесь сказано. Но ты, который пришел сюда напрасно, скажи, какой пророк, какой апостол беседовал ныне с нами и о чем? Но ты не можешь сказать этого, потому что в это время ты о многом беседовал сам с собою, как бы во сне. И не слышал того, что вне тебя происходило, в самой действительности. То же самое я должен сказать и женщинам, потому что и они пребывают в глубоком сне. И хорошо было бы, если бы только во сне. Ведь спящий не говорит ничего ни худого, ни хорошего. А бодрствующий подобно во многое изрекает слов на несчастье собственной своей головы. Высчитывая проценты, оценивая залоги, вспоминая о бесстыдных барышах и посевая множество тернии в душе своей. А доброму семени не давая пусти даже небольшого ростка. Но восстанет сна. Испорни с корнем эти тернии. Отрезвись от опьянения, от которого и сон. Я, разумею, здесь опьянения, происходящие не только от вина, но и от житейских забот, а вместе с тем и от вина. И в этом я увещеваю не одних богатых, но и бедных, всего же более тех, которые устраивают дружеские пиршества. Ведь это не есть ни удовольствие, ни отдых, но наказание и мука. Потому что удовольствие состоит не в постыдном разговоре, но в благопристойной беседе. Не в присыщении, а в насыщении. Если же ты считаешь это удовольствием, то покажи мне и в течение вечера это удовольствие. Но ты не можешь. Я еще не говорю о вреде, происходящем отсюда, а пока беседую с тобой об удовольствии, тотчас происходящем. Едва пира кончатся, как веселье тотчас обыкновенно и улетает. Но если еще упомяну о рвоте, о тяжести в голове, о бесчисленных болезнях, о пленении души, то что ты скажешь мне на это? Неужели мы должны позорно вести себя, потому что бедны? Но говоря это, я не запрещаю вам сходиться и совместно отобедать, а запрещаю вам позорить себя, желая, чтобы ваше удовольствие было действительным удовольствием, а не обращалось в наказание, в муку, в пьянство и буйное веселье. Пусть узнают язычники, что христиане лучше всех умеют веселиться, но веселиться благопристойно, так, как сказано, радуйтесь пред Господом с трепетом. Как же должно радоваться, возглашая гимны, совершая молитвы, воспевая псалмы вместо позорных тех песен? Таким образом, сам Христос будет присутствовать при твоей трапезе, исполнит благословение все пиршество. Когда ты будешь молиться, когда будешь петь духовные песни, когда призовешь нищих к участию в предлагаемом тобою, когда на своем пире ты будешь соблюдать полное благочиние и умеренность, таким образом, место собрания ты сделаешь церковью, когда вместо неприличных криков и рукоплесканий будешь воспевать владыку всяческих. Не говори мне, что ныне заведен другой обычай, но исправь то, что худо. Если идите или пьете, или что другое творите, все делайте во славу Божию. От ваших перов рождаются у вас худые пожелания, отсюда распутные дела, отсюда жены ваши оказываются в презрении, а блудницы в чести. Отсюда гибель домов, бесчисленные бедствия. Все приходит в беспорядок, и вы, оставивши чистый источник, устремляетесь к грязному болоту. А что тело развратной женщины есть именно такое болото, об этом я спрашиваю никого другого, а тебя самого, валявшегося в этом болоте. Не стыдишься ли ты самого себя? Не считаешь ли ты сам себя нечистым после греха? Потому, умоляю вас, бегайте, блуда и матери блуда, пьянство. Зачем ты сеешь там, где не можешь пожать? Или лучше сказать, если пожнешь, то самый плод покроет тебя большим бесславием. Если родится ребенок, то и тебе будет позор, и он по твоей вине будет страдать, как незаконно рожденный и худородный. Хотя бы ты оставил ему тысячи, все-таки бесчестен в доме, бесчестен в городе, бесчестен и перед судом тот, кто рожден от блудницы или от рабы. Бесчестен и ты сам, как при жизни, так и по смерти. Потому что, когда и умрешь, останутся после тебя памятники твоего позора. Итак, зачем же ты все бесчестишь? 789. Да и зачем ты сеешь там, где самая нива усиливается погубить плод, где множество причин бесплодия, где прежде рождения совершается убийство? Так что ты не только предоставляешь блуднице оставаться блудницей, но и делаешь ее убийцею. Видишь ли, как от пьянства происходит блуд, от блуда прелюбодеяние, от прелюбодеяния убийства, или, правильнее сказать, нечто хуже убийства. Я даже не знаю, как назвать это, так как здесь не умерщвляются рожденные, но самому рождению полагается препятствие. Итак, что же? Не значит ли это, что ты оскорбляешь дар Божий, борешься с божественными законами, стремишься как за благословением, за тем, что есть клятва, сокровищницу рождения делаешь сокровищницей убийства, женщину, сотворенную для деторождения, располагаешь к убийству. Ведь порочная женщина, чтобы всегда быть приятной и привлекательной для своих любовников, и выманивать от них больше денег, не отказывается и это сделать, и тем собирает великий огонь на твою голову. Так как, хотя решение на преступление принадлежит ей, но главной причиной бываешь ты. Отсюда возникает и идолослужение. Многие женщины, чтобы сделать все приятными, употребляют наговоры, возлияние, любовные снадобья и другие бесчисленные средства. Но несмотря на столь великий позор убийства и идолослужения, многим это дело представляется безразличным. Многим из тех, которые имеют собственный жен. Здесь-то и бывает наибольшее стечение пороков. Здесь приготовляется врачебное средство не только против плода в утробе блудницы, но и против оскорбленной супруги. Здесь бывают тысячи злоумышлений, призывания демонов и вызывания мертвых. Отсюда возникают ежедневные ссоры, непримиримая борьба и поминутные столкновения. Потому Павел и сказал, чтобы проводить жизнь нам не сладострасти и распутствие. И присовокупил. Не предавайтесь ни сырам, ни зависти, так как знал, что следствием первого бывает вражда, гибель домов, обиды законным детям и тысячи зол. Чтобы нам избежать всего этого, обличемся во Христа и всегда с Ним пребудем. А облечься во Христа значит никогда не оставаться без Него, но всегда являть Его в себе своей святостью и правотою. И о друзьях, чтобы изобразить их сильную любовь и неразрывную связь, мы говорим, что один облечен с другого, так как облегшийся представляется тем, во что облечен. Потому пусть и в нас всегда остается Христос. Как же Он явится, если ты будешь подражать Ему и делам Его? Что же сделал Христос? Сын человеческий, говорит Он о себе, не имеет где главу подклонить. И ты подражай этому. Когда надлежало вкусить пищу, Христос употреблял ячменные хлебы. Когда был в пути, не имел у себя ни кони, ни вьючных животных, но ходил пешком, даже до утомления. Когда необходимо было уснуть, ложился вместо возглавия на корме лодки. Когда надо было возлежать, приказывал садиться на траве. И одежды Его были недорогие. Часто Он ходил один, никого при себе не имея. Далее, узнав все слова и дела Его на кресте, и среди различных поруганий, вообще всю жизнь Его, старайся подражать Ей. Таким образом ты и облечешься во Христа, если по печенье о плоти не будешь простирать до похоти. Каковое занятие не доставит тебе никакого удовольствия. Ведь пожелания такого рода рождают новые, еще более беспокойные. И ты никогда не достигнешь насыщения, но будешь причиной себе великих мучений. Как томимый, непрестанной жаждой, хотя бы перед ним были тысячи источников, не извлекает из того никакой пользы, не имея возможности угасить болезни. Так бывает и с человеком, непрестанно живущим в похотях. Но если будешь ограничиваться потребным, то никогда не подвергнешься такой горячке, но освободившись от всего этого, и от пьянства, и от распутства. Потому ешь столько, сколько нужно для утоления голода. Одевайся так, чтобы быть только прикрытым. Не наряжай своей плоти в одежде, чтобы не погубить ее, потому что посредством излишней неги сделаешь ее более слабою, расстроишь ее здоровье и приведешь ее к совершенному изнеможению. И так, чтобы плоть твоя была прекрасной колесницей души, чтобы кормчий безопасно сидел укормила, чтобы воин легко мог владеть оружием, наблюдая во всем благочиние. Не тот, кто много имеет, но тот, кто немногим удовлетворяется, бывает непобедимым. Первый хотя бы не потерпел обид, боится, а последний хотя бы и был обижен, останется в лучшем расположении духа, чем не обиженный. И потому будет благодушнее. Потому не о том будем стараться, чтобы никто не обижал нас, но о том, чтобы не мог сделать нам обиды и тот, кто бы захотел. А этого не иначе возможно достигнуть, как ограничивая себя одним необходимым и не желая большего. Таким образом, мы будем иметь возможность и здесь наслаждаться радостью и получить будущее благо, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok